Гэтое лето наученцам Камаринской средней школы запомнится надолго. У Реси не каждый год доводится стать юденником международного наукового проекта. До помогай прибору, предоставленных японскими и французскими учеными, яны рабели замеры радиации на кафону у своим поселку, на улице и у помешканьях, а так само приносили для доследования у продукта харчевания. Перевышение удопощенных узровнев не выявили ни де, а лепывные рекомендации для местового насильства можно охудшить уже зараз. Есть целый ряд рекомендаций, которые нужно использовать, но если говорить о потенциальной опасности, то это пищевая продукция леса, потому что защитные мероприятия в лесу не проводились, и загрязнение продукции, которое население берет из леса, связано только с распадом родонуклидов. Поэтому до сих пор регистрируется даже значительное превышение содержания и в грибах, и в ягодах, и особенно дичи, потому что дичь мигрирует, она может мигрировать и из заповедника, вчера были представители заповедника, и мы все это обсуждали. Исключить, конечно, охоту, исключить без проверки любое потребление мяса диких животных, и грибов, и ягод, обязательно нужно все проверять. Сегодня ученые признаются, такой активности от комаринских школьников и они навод не чекали, различивали максимум на 100 умерений, а отримали больше 600. Теперь простонники белорусского института радиологии, французских института радиоакцирной обороны и Центра по выучению методов ядерной обороны, а так само Японского национального института передовой промысловой науки, кажутся по необходности протягу эксперименту, максимум укрыху инжем формате, а ли с той же мэтой, выпрацвовать рекомендации, яке дозволить оборонить здоровье людей у любой краине, где есть погроза радиоакцирного забрудживания. Мы планируем продолжать подобную деятельность, проектную, в будущем, потому что исследования в Комарине – это было только начало. Мы хотим распространить этот опыт на другие деревни и повторить этот проект в других деревнях. Конкретные регионы, где протягнется реализация международного проекта, будут вызначены позднее, когда станут вядомы докладные объемы финансования. По кольже комаринские школьники, разум с сопротивниками института радиоакцирной обороны, якую весной наступного года презентують у французским Шербургу, а прочатого шерох справоздач зробить и сами белорусские навыковцы. Аналогу навыковому эксперименту, яке был реализован на территории Брагинского района, у свете больше нема. Тепер его вынеки будут распространены у инжек краинах, что дозволить повысить ротационную беспеку людей. У Снежни гомельчане зробить справоздачу у Парижа, а у Саковику наступного года у английским Оксфорде. Алексей Теров, Александр Харлампов, телерадокомпания Гомель.